а я приветствую всех вы на канале урок это то самое обещанное видео о планах на канал сразу скажу что теперь с началом учебного года естественно скорость выхода всех видео снизится поэтому выкладывать их скорее всего буду только ну по выходным и может быть понедельником пятницам ну и без лишних других вступлений приступим вы можете задаться вопросом что означает картинка здесь и сейчас я все в общем-то объясню хотя все и так наверное понятно близкий ящик это темы видео которые скорее всего выйдут в этом году средний ящик это тема которая я немного отодвинул которым надо еще наверное немного настояться на долгий ящик это то что маловероятно в скором времени ну или даже вообще появится на этом канале первым будет то о чем меня спрашивали наверное больше всего а именно больше стаффа полоботомки что я назвал гайдами и мини гайдами что это может значить сейчас объясню гайды это то о чем можно сделать полноценный длинненький видос на там 10-20 минут то есть к ним могут относиться видео скажем по испытаниям которые обязательно выйдет ну а мини гайды это более понятные короткие темы например видео про панику на работу про кроликов и миссия это все будут мини гайды лимбус компания мне очень нравится поэтому в будущем на канале будет больше контента по нему и первая серия видео которую я планирую запустить это естественно обзоры слэш гайды на личности в них как понятно я буду как можно подробнее разбирать все характеристики личности ее особенности как она используется с каким эго и все в этом духе я думаю это вполне зайдет и к тому же контента по лимбусу на русском языке довольно мало после видео 500 подписчиков я запустил опрос с темы следующего видео по лимбусу победил там гайд на лимбус которым я хочу разобрать все и это видео скорее всего следующим и выйдет я для него сейчас снимаю футаж в нем я планирую разобрать вообще все начиная с боевки о том как идут атаки как проходят клэши как работают статусные эффекты пассивки эго и все в этом духе а также больше информации про то как работают другие вещи в игре такие как гача юай и вент и подземелья и все в этом духе вторая проигравшая тема на 20 плюс интересных находок и открытий которые вы могли не знать отложится на дальше но не совсем ну а дальше вторая тема которую меня просили больше всего и это барабанная дробь моды на лоботом будет разбор как и модов на его снаряжение модов которые чего-нибудь добавляют или меняют ну а также естественно что интересуют всех больше всего это моды на новые аномалии и вот тут бы хотелось немного остановиться после выхода лимбуса количество модов на лоботомию немного увеличилась а в частности на новые аномалии поскольку моды на новые аномалии были и до этого я не могу решить о каких сделать видео в первую очередь поэтому оставляю это вам после выхода этого видео во вкладке сообщества появится опрос где вы выберете каких аномалиях сделать обзор в первую очередь а наши претенденты это а нереализованные долбоебы то есть аномалии которые не вошли в конечный вариант игры но некоторые из которых были в легасе версия б чудо вещь а аномалии из мода вандерлап посвященный аномалиям в общем-то из этого же комикса c это аномалия из лимбус компания от разных авторов в частности это риос накамир и кекесси 0024 ну и д вариант для особых ценителей слэш патриотов мод который все еще разрабатывается но которым все еще можно поговорить это 3 9 филиал мать его в общем дальнейший поток этой серии доверяется вам сами выбирайте того кто вам больше интересен или тот кто по-вашему больше достоин того чтобы быть первым но мы идем дальше когда-то давно я сделал такой тизер с обещанием видео на совершенно другую тему я о нем не забыл просто ну естественно как понятно отложил но она когда нибудь да выйдет поэтому и здесь дальше идет разбор боссов в лимбус компании здесь он потому что я не совсем считаю что это как-либо нужно как по мне на текущий момент в игре нет ни одного босса через которого нельзя перешагнуть если пытаться достаточно долго или же если просто читать механики и пассивки единственные боссы которые достойны такого упоминания это боссы и стадии в рефрекшн рейлвей и я задумывал сделать полный разбор боссов слэш стадии в рефрекшн рейлвей 2 поскольку она будет идти еще больше месяца не это будет довольно актуально но я поймал себя на мысли что мне нереально впадло проходить до 5 цикла еще раз ну если вы хотите такое видео то я в принципе могу сделать это уже зависит от вас кто-то мог удивиться тому факту что гайды на подавление ядер не оказались ближним ящик все из-за того что я для это немного интересная тема из ядер верхнего уровня единственный кто стоит упоминание это наверное ход и среднего гибура поскольку подавление ядра хессада сводится только ну надеюсь тебе повезет ну а подавление ядер нижних уровней конечно стоит того чтобы них чуть-чуть поговорить но проблема в том что мне придется в начале видео объяснять что делать то или иное ядро а потом на протяжении следующих 20 минут просто играть в игру и показывать что я делаю поэтому вместо этого я подумал о кое чем другом не планирую записать полное прохождение лоботами корпорейшн возможно самой маленькой горсткой модов как и любой уважающий себя ютубер проходящий лоботамию я естественно буду создавать своих сотрудников по просьбе подписчиков но для этого я считаю надо чтобы их было побольше чем сейчас ну здесь вы я думаю знаете что надо делать именно в этих прохождениях я в общем-то и буду показывать как проходить ядра а позже я может быть и буду использовать футаж из этого прохождения видео про ядра которые все-таки могут быть но как понятно только после самого прохождения поэтому же в принципе в средний ящик можно закинуть и группу vk создание которой неизбежно хоть об этом я задумывался и достаточно долгое время назад но прохождение лоботомки с кучей модов придется отложить надолго поскольку изначально придется пройти хотя бы обычную версию сюда можно отнести и прохождение с аномалиями из модов и прохождение со всяческими усложнениями и босс раш мод и кайзо мод и все в этом духе а вот прохождение контент по другой игре от мунов выйдет скорее всего очень не скоро если вообще выйдет по типа library of ruin и я и относительно шарю однако к удивлению многих игру до конца я так и не проходил по некоторым причинам первые из которых это лаги вызванные тем что у меня слабые пк по этой же причине я переживаю по поводу прохождения лоботомии потому что уверен что на подавление некоторых ядер лагать будет очень сильно учитывая что при этом будет еще и вестись запись у меня доходило до того что он на этажах и сода и нидзача с анимированными задниками у меня прям вообще очень сильно лагала не исходя из того что я до конца игру так и не проходил я ну банально не могу много о ней сказать поскольку в этой теме не разбираюсь а говорить не зная я не хочу поэтому несмотря на то что идея делать контент в этой игре мне в принципе нравится ее придется отложить на самый конец поэтому она и так далеко ну и напоследок хотелось бы разложить разбор сюжеты лора игр про первые две игры в принципе видео достаточно даже не только на английском языке однако разбор глав лимбуса я видел только от одного человека который сейчас полностью перешел на украинский язык тем самым открыв для меня возможную нишу ну а в лоре я буду отдельно рассказывать про скажем корректировщиков офисы ассоциации корпорации и различные события которые произошли в мире города лично я не особо уверен в том насколько этот контент будет полезным и насколько мне понравится делать такие видео но идея есть поэтому она и отправляется в этот долгий ящик также периодически будут выходить форс-мажорное видео мемы ну а также новости по limbus company невозможно других вещам связанные с project moon также когда-то на этом канале я заливал летсплеи но поскольку они в принципе никому не нужны я на это сейчас забил но может быть после прохождения лоботонки набрав больше подписчиков я снова начну проходить также и другие игры если у вас вдруг появятся какие-то свои предложения то напишите их в комментариях голосуйте выборе аномалий арта заставки интро я перерисовал потому что заметил что у меня там было просто колоссальных размеров жопа ну и на этом у меня все всем удачи всем пока